всем доброе утро всем физкульт привет я на пробежечку на свою вот иду показываю трамвайной линии да я вообще не пропускаю бровки вот эти я обязательно заскакиваю забру на бровочку да и по бровочке по бровочке по ниточке по ниточке иду я по канату да и так на улочки на свои на улице где живу никого нету люди все спят ни собак не выгуливает никого нету я шла между домами у себя вот по бровочке бровочку увидели по бровочке давайте это координация движения о о о о о легко и просто задышки нету вот по мосту перехожу сейчас первый парк потом 2 всего набираю темп иду быстро вот это ободрит меня походочка быстрая пробежечка они чашечка кофе никогда я в первом парке уже где начиналась тропа моей жизни моего оздоровления вот ступенечки а вот водоемчик такой я с вами пообщаюсь мои хорошие но не здесь не в этом парке я сейчас набирают темп и быстро пошла 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 дышать дышать на 4 вдох на 3 выдох нужно стараться хотя бы вспоминать иногда правильно дышать не запыханной нужно быть ой нет это нет это нет это неправильно но об этом я бы хотела вам немножко напомнить на том парке и хочу как раз вот в ходьбе с вами пообщаться чтобы почувствовали как я дышу почему не здесь здесь плиты смотреть камеру зацеплюсь люди тут стрёмно очень я тут не балуюсь не нет вот посмотрите передо мной для женщина я вам ее нет так неоднократно показывала она ходит каждый день вот кому палки нужны вот вот поддержка поддержка палочками у человека нарушена координация возможно реакция и человек помогает но каждый день человек занимается и каждый день и много лет вижу этого человека эту женщину это женщина пожалуйста посмотрите вот пожалуйста тяга к жизни тяга к жизни старость запрограммирована жизнь можно продлить только активностью но все набирают им уже пообщаемся новеньком парке мои хорошие я точно как фильм большая перемена ганджа в больнице когда он узнает что ему влили кровь не старо петровича и он кричал держите меня держите так точно я вот сейчас держите меня держите таня погнала класс вот это бодрячок а не кофе я выпила и взбодрилась до сейчас же хорошая такая трусца легкая и легко не запахиваюсь мои хорошие это счастье в этом парке есть туалет я заскочила туалет я утром выпиваю до пробежки две чашки кофе что получается идет кофеиновый эффект конечно после каждой чашки нужно пить его водичку воду кофеиновый эффект это что сосуды всех органов сужаются то есть нарушается немного кровоток во всех органах но это только на 20-25 минут и и расширяются сосуды в это время почек и мы с вами идем писаем писаем как у нас моча очень прозрачная как водичка то есть работают почки сосуды почек в этот момент расширяются потом идет следующий те броненовый эффект сосуды всех органов расширяются а сосуды почек сужаются понятно да и даже в почках человек может чувствовать он тянет почечки немножко те броненовый эффект сосуды почек сужаются ну нужно пить обязательно водичку после чашечки кофе чтобы не нарушился водно-солевой баланс я только напомнила поэтому хороших правильных кофейнях обязательно подают с кофе стаканчик водички ну что погнали дальше туалет очень цивильно ох какая ходьба ох какая ходьба вот зачем палки взмахи рука руками посмотрите ухты вот это ходьба вот ходьба вот ходьба вот ходьба пошел человек вот о о мне кажется женщина ты катали красивая фигурка такая красиво вот о мой человек вот эта ходьба я понимаю быстро взмахи руками спинка ровная отлично просто все танечка ты тоже давай давай работаем работаем погнали мои хорошие я сейчас девочка попросила тут выголивают своих собачек красивых таких я хочу показать сейчас элементарное упражнение наклон вот говорят ноги да я наклоняюсь а вот пальчиками да вот я наклонилась милося смотрите вот я достала пальчиками вот раз два три вот видишь я постояла это не в счет вы должны наклоняться ладошечки положить допустим на кроссовочки на носочки кроссовок смотрите кулачки раз положили и наклон не просто наклон должен быть вы должны коленки не сгибать ровное колено вы должны вытягиваться вот вот вы вытягиваетесь как котики вот у вас боль по тыльной стороне аж до ягодицы идет вот вы должны почувствовать боль натяжка идет мышцы должны работать ноги попы вот крупная мышца попа должна работать а жир будет уходить вот вот вы наклоняетесь вы вытягиваетесь плечевой сустав тоже вытягивается вот 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 вы должны вытягиваться вы должны стоять с опущенной головой вот так минуту две вы вытягиваетесь вот 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 у лео антоновича бакерия дома такой тренажер есть кардиолог академик он знаешь что он делает он переворачивается как космонавт головой вниз он так и говорит для чего кровообращение головное должно быть он же стоит вертикально на операциях поэтому у него дома такой тренажер чик если вы вот так наклоняетесь вот это очень хорошо голова вниз все сразу не подниматься а присесть на колени и себя поднять понятно да вот такое упражнение как за так банально элементарно наклончик нет две минуты вытяжки нужно постоять я сейчас на турнички зашла о группа захвата работает палочницы работают с девочкой со своим тренером я тут присела не отдохнуть нет села на пенек но не съела пирожок это меня тренажерчик я уже сделала 200 раз так легкотня для меня вот просто легко и просто во 200 раз в элементе потому что я хожу каждый день мне очень легко выполнять это упражнение его не запыханная никакого красота но уже наверное 250 300 раз делаю классное упражнение классно классно работают мышцы ног о волокна закисляться не будут работаем о пожалуйста классное упражнение супер сижу смотрю на природу люди это ж просто два в одном а и оздоровляемся физическая нагрузка и в такой божественной красоте я начала конца красота 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 палочницы пошли а танечка побежала легкой трусой справа налево слева направо бежком 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 сама 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 молодец 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 не запыхана не запыханная хорошо дышишь молодец отлично я люблю мейка и мей парк я перешла перекресток и вот на этой дороге проезжая часть вчера работала ярмарка вот здесь на этой дороге вот там грунтовочка тропиночка я стояла это было давно это было шесть лет тому назад и мне мужчина говорит мы с ним разговорились и он разговоре мне говорит приходите занимайтесь вы только в ходьбе за один месяц похудеете на 5 килограмм вот с того дня стропы похудения удержание веса и оздоровления я не ушла на один день у меня не было мысли надоело не буду вот вам и мотивация я уже дома начало 1 10 минут 1 отличное время для еды по-быстрому готовлю еду сколько без еды я когда мне было кофе наверное 7 часов ну то есть пять часов я без еды люди 5 часов не было инсулина не было аппетита сразу не отходя от кассы вам показываю свою еду я забежала фору купила по акции помидорчики маленькие черри сделаю салат себе но не сейчас нет недостаточно сейчас вот это омлета омлет такой овощной не овощной вернее даже зелень у меня здесь много шпината листочки до зелень шпинат у меня здесь сыр моцарелла 2 яйца соль перец как обычно и помидорчики сверху вот такая еда у меня будет и под крышечку вообще с утра у меня было желание сделать себе кашку из отрубей отруби пшеничные овсяные семена конжолок молотый на кофемолке у меня есть ряженка творог ягодки морозильной камере есть смотрю у меня шпинат давно лежит нужно приготовить ну да нужно израсходовать шпината не сделаем лет быстро быстро это шесть секунд ну вот такой большой омлетик у меня такая объемная порция без каши сегодня каша будет завтра у меня каша из отрубей альтернатива хлебу ну хочется хлеба да у меня всегда есть вот такие хлебцы смотрите и семечек я оставлю ссылочку как всегда в комментариях ссылочку на видео хлебцы готовьте это здорово на работу берете грузите это классно семечки различные семечки смотрите вкусно вкусная еда вкусная еда простая еда и самое главное объемная тарелочка кто со мной всем вкусного сытного похудения у меня дополнение мне еще захотелось ряженки я по молочке кисломолочные продукты обязательно обязательно хлебец один у меня сам летом один хлебец с ряженкой у меня как всегда небольшая ремарочка наелась от пуза да да думаю таня наверно съешь гриппфрут хотя бы вот эту половиночку кстати купила по акции опять сегодня форе они не кисленькие они сладко кислые сладко кислые вкусные очень вот эта партия очень вкусный значит так решила съесть гриппфрут почему почему не банан таня купила да почему не сладкое яблочко почему гриппфрут потому что смотрю наелась а да вот порция да уже большие порции не могу есть ну двоится это небольшая порция это нормальная порция да но шпинат как бы много было шпината тарелочка объемная да и нужно чтобы эта еда быстрее была переработана за счет банана она не переработается быстро нет сахар чистый сахар банан грейпфрут на вот здесь есть кислиночка хотя грейпфрут сладко кислый сладко кислый скорее не кисло сладки а сладко кислый очень вкусный да кстати вот эта пленочка на грейпфруте не убирается это полезно это очень полезно здесь витамины в этой пленке и это хорошая клетчатка конкретно это касается грейпфрута это к седаем я читала давно об этом так вот соляная кислота которая наш в нашем желудке да будет больше выделяться вот на эту кислоту которая поступит из грейпфрута и соляная кислота тянет за собой ферменты поджелудочной железы амилаза липаза протеаза и моя еда конкретно хлебцы и омлет будет быстрее переработан за счет соляной кислоты которая выделилась на грейпфрут на банан столько не выделиться нет нет на хурму нет на сладкое яблоко нет должна быть кислота или кислая водичка да вы выпили лимончик сок лимона до или грейпфрут ну мне лучше грейпфрут с клетчаткой еда с клетчаткой вот это классно вот это классно не разрушена структура о зубками жуем я только напомнила мои хорошие опусила на диванчике и с вами поближе поздороваюсь здоровенький булы всем доброго дня всем доброго времени суток самому самому шикарному самому уважаемому сообществу физкульт привет мои хорошие приветствую всех вас на своем youtube канале добро пожаловать будем с вами общаться мы с вами только похудение устроенности о мотивации о дисциплинке мы с вами о питании и движении мы с вами о здоровье мы с вами о жизни мы хорошие я после своей пробежки значит у меня сегодня 8 километров но меня такой темп был такой темп ну душ само собой поела и вот присела с вами пообщаться на кухне невозможно сидеть ой на кухне моей приемной невозможно вот сейчас такое время я попала солнышко светит но невозможно на кухне вот комнате как-то немножко прохладней и я затянула даже здесь шторы принципе ярко сесть на кухне невозможно в это время нужно или утром или вечером вечером видео а утром пробежка ну то есть ловить надо время еще подбирать время ну так получилось значит в комнате общаемся с вами мои хорошие есть новые люди я всегда рассказываю да всегда объясняю я открыла свой канал конкретно для помощи в похудении я худела позднем климаксе 56 лет это время моими на паузы 56 лет только начало худела я без такого важного органа как щитовидная железа и агромонозависимый человек все нормально похудение проходило у меня легко никогда я не сидела на диетах я никогда не слушала диетологов никогда я могла только слушать если в ютубе и оспаривать ты неправильно говоришь нами руководит мне желудок нами руководит мозг я многим советовала ну так через экран конечно даже не писала никогда никому ничего нет могла немножко поправить могла сказать вот так через экран не раздражай меня деточка никаких перекусов деточка ты неправильно советуешь никому это нельзя делать то есть я поправляла даже вот этих сертифицированных сейчас я их не смотрю нет нет никого слушать никого смотреть неинтересно мы там давно преподавали так мои хорошие значит что дальше значит я показываю свое похудение как проходит удержание веса моё похудение это два в одном и питание и движение тема только питаться и худеть на питание это не моя тема нет нет никогда никогда многие худеют у людей получается это не моё для меня самое главное движение потому что движение это не только улучшение метаболизма это еще улучшение здоровья для меня это немаловажно это приоритете вот здоровье для меня приоритете будет здоровье ты сможешь и похудеть понятно да показала вам сегодня вы все увидели да немножко пообщалась с вами прошу девочек некого снимать да вот увижу такая девочка молоденькая которая может не уделить минутку 2 прошу девчонок допустим да значит показала рассказала питание тоже показываю пришла домой что есть а еды полно холодильника моей еды полно думала приготовить себе кашу из-за трубей потом смотрю в этнице шпинат сделай ты давно купила себе его ну сделала вот такой вот омлет думала добавить тунец потом обойдется таня это будет сильно жирно для тебя уже тунец посмотреть сколько моцареллы там там 100 грамм моцареллы наверно точно это лишнее будет уже тунец вы думаете думаете если кусочек сыра маленький да то не страшно если много сыра потёрли то без тунца тогда да кстати тунец термической обработки вот консерва такая очень хорошо играет нормально нормально хорошая комбинация когда рыбка прошла термическую обработку конкретно консервочка вкусно получается очень у кого-то нету шпината нету тунца грибочки пять штук завалялись холодильнике бросьте ну найдите какой-то зеленый лучок туда какие-то овощей клетчатки вот клетчатки конкретно не просто голые яйца а сделайте чтобы вас насыщало это отрубей туда можете положить если у кого-то нету на тот момент чего-то у кого-то пекинская капусточка есть она нежно да свет да будет свет сказал монтер и оборвал все провода это что-то со светом мы перебрались а тут окно жалюзи немножко затянуло я своей приемной значит так фрукты едим показала но подбирайте для себя фрукты обязательно фрукты обязательно яблоки не больше двух яблок в день вы не забывайте одно среднее яблоко не сладкое это приблизительно 20 грамм углевода 20 грамм углевода дневная норма это 50 грамм 2 яблока 40 грамм углевода дневная норма 50 55 грамм углевода 70 процентов углеводов это летально это плохо 40 процентов это мало тоже плохо золотая срединка должна быть так не переедаем да я пью кофе вот чашка моя пустая вот смотрите да кофе внутри у меня днем только кофе в турке люди какая кофемашина нет 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 еще раз нет у меня праздник кофе в турке это праздник вот гуще но я не гадаю на кофейной груще гуще не гадаю нет так шоколад само собой я купила миллениум 80 процентов с цитрусом видите вот миллениум шоколад у нас только начала распечатывать и вспоминаю что ты распечатаешь ты же делала на днях шоколад себе у тебя и баночка закрытая шоколад орехи и розеточка вот вот таня ела уже я показала все обязательно общаюсь людочка степанкевича людо я так наилась я сегодня больше ничего не буду есть облет ела грейпфрут ела шоколад с кофе у меня сейчас уже время то есть положено 33 часа уже она тоже самое то есть я не буду уже вечером есть второй прием пищи кусок мяса овощи не не влезет люди я буду пить чай позже могут семь часов захочу восемь часов нормально и ночью туалет не бегаю мне не 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 нормально вот захочу съем яблоко семеринка который людочка степенкевич привезла не села вот такие домашние яблочко гарно смачно с кисленочкой все но жевать что-то там отдельно как еда на тарелке у меня этого не будет уже все я вот так наелась у меня это очень часто бывает то есть моя еда очень сытная она меня насыщает порция но я показала порцию 2 яйца шпинат сколько хотите столько положите пучок за двадцать пять гривен какой сейчас пучок продают три стебельки на ну сыр у меня там моцарелла допустим все я все показала два хлебца и ряженка о как я аж восемь километра прогнала люди не забывайте об этом ну хорошо значит а пищи я рассказала сейчас немножко о движении но для начала буквально кажется два комментариями есть давайте прочитаем его комментарии комментарии накрылись люди интернета нету света нету ну ладно таня услышит а немножко с вами пообщаюсь а видео выходит без комментариев но когда появится свет я выпускаю видео без комментариев не страшно завтра прочитайте комментарии кто не получил сердечко я держу ваши комментарии чтобы прочитать комментарии мои хорошие. Сейчас немножко о движении. О движении. Это помощь. Воздоровление. Сейчас я вам напомню, расскажу. Движение, да? Кто-то скажет, Таня, отцепися. Я не буду заниматься так, как ты. Вот это наматывать я не буду. Это не мое. У меня все болит. У меня болят колени. Мне плохо. Я задыхаюсь. Я похудею и так. Без движения. Вот я похудела уже на 5-7 килограмм. Все. Меня это устраивает. Я не буду двигаться. Пешком ходить я не буду. Человека это устраивает. Меня лично нет. Меня нет. Потому что я думаю еще о своем здоровье. Вот, допустим, человек мало двигается. То есть он бездействует. Там машинка. Там транспорт. Там дома посидел. На работе сидим, да? И человек теряет свои окислительные мышечные волокна. У меня есть знакомая, которая, допустим, предлагает мне погулять. Но ее тема это посидеть в парке. О, скамеечка свободная побежала. И она просто значит, бежит вот так вот, побыстрее, побыстрее, чтобы никто не занял скамеечку. Давай посидим. На работе сидит. Стройная, красивая, но ходить не может. Ходит фитнес-клуб, который находится в Хрущевке, на первом этаже. Раньше там было отелье. Я проходила мимо вот этого помещения, отелье. Каждый день в школу я шла. В школу. Сейчас там фитнес-клуб. И вот она ходит заниматься, но ходить нет, нет, нет. Только сидеть. Если прогулка, давай посидим. Давай посидим. Человек теряет окислительные мышечные волокна. Мало двигается. На работе не двигается. Это день. День сидит человек на мягком диванчике. Откуда взяться окислительным мышечным волокном? Они есть в принципе, но их остается очень мало. Какой-то мизер. Человек, допустим, идет. Человек задыхается. Ему тяжело идти. У человека может потеряться координация. Какая-то реакция. Теряет. Да, вот человек встает и так повело в одну сторону. Ой, ой, ой. Что с меня воды в одну сторону? Ой, я падаю. Ой, у меня голова кружится. Да? Человек встает и так водит человека. Да? Координация нарушается. Вот поэтому я себя всегда держу вот так. Вот поэтому я стою на одной ножке. Я начинала стоять с 30 секунд, 50 секунд, 100 секунд. Я считаю. Раз, два, три, четыре. Я себя заставляю этим заниматься. И опоры у меня нету. Вот спецом, спецом. Я не стою возле дерева или возле какой-то перекладины. Нет. Стала вот здесь по центру. Поднимаешь ногу, стоишь. Теперь я спокойно стою и считаю до 200, 250, 260. Еще пританцовываю так на ножке. Что это означает? Координация, реакция. Что это означает? Это означает в первую очередь. Вот подумайте, почему я стою? Привыкла? Ну почему вот у меня такая хорошая координация, я себя держу? Почему? Кто знает? А я знаю. Я знаю почему. Потому что у меня крепкая, средняя мышца ягодицы. Конкретно средняя мышца. Вот она меня держит. Средняя мышца ягодицы. Понятно? Это же надо было раскопать мне информацию эту. Поэтому я стою и не падаю. А я занимаюсь каждый день. Я иду, мышцы попы работают, работают. Я же говорю, поднимайте руки и идите в быстром темпе. У вас будут работать все крупные мышцы тела. Я делаю свои растяжечки. Работает попа, мышцы имею в виду, работает, работает, работает. Я присаживаюсь. Мышцы попы работают, ягодицы работают. Вот крепкая мышца ягодицы, средняя мышца, поэтому меня не заваливает. Любую бронху пройду и пробегу. Ну то есть у меня с этими окислительными мышцами, мышечными волокнами все нормально. Человек, допустим, проходит какое-то расстояние, да? Мне многие говорят, я не могу идти быстро с тобой. Я задыхаюсь, ты быстро ходишь. Хотя человек этот быстро идет, но со мной ему некомфортно идти, потому что я иду быстро, а медленно я не буду идти. Поэтому я волк-одиночка, я сама работаю. Вот под кого-то подстраиваться я никогда не буду. И под меня не нужно подстраиваться. Ты должна работать так, как тебе удобно. Поэтому заниматься нужно выходить одному. Не делайте себе группу захвата. Да? Вы поняли, о какой группе захвата, да? И вот, человек идет, поднимается, я живу, допустим, на каком-то этаже, человек поднимается, говорит, ого, я не могу подняться, ты так быстро поднимаешься, я уже на втором этаже запыхалась. А, понятно. Человек потерял свои окислительные мышечные волокна. Все, он задыхается. Вот он задыхается, поднимается на этаж и думает, что в первую очередь, что он думает? Что у него сердце больное. Я не могу идти, я задыхаюсь, у меня сердце. Или легкие у меня, да, дыхания у меня нету, да? У человека просто нету, они потерянные окислительные мышечные волокна. Все, начинает образовываться что? Углекислый газ. А у каждого из нас этого углекислого газа аж по 60 литров. И вот этот углекислый газ начинает действовать, избыток этого газа действовать, начинает на продолговатый мозг. И мы пытаемся выдохнуть, да, вот когда задыхается человек, выдохнуть, но это получается не сразу. И любой человек думает, это сердце, все, я не могу даже выдохнуть, не то, что вдох сделать, да? Человек начинает дышать, как паровоз идет. Правда? Есть такой, да? Тяжело вдохнуть. Поэтому, если вы хотите хорошо дышать, не задыхаться, вы должны тренировать не сердце, а вы должны тренировать мышцы. Мышцы должны тренировать, вы должны двигаться постоянно. Вот ваши мышцы не должны образовывать молочную кислоту. Вот такая биохимия проходит в организме. Понятно, да? Интересно, правда? Мышцы. Должны быть крепкие мышцы. Тогда не будете задыхаться, не будете сваливать все конкретно на сердце. Я задыхаюсь, у меня сердце болит. Мышцы слабые. Мышцы. Вот поэтому я каждый день в системе занимаюсь. Это и похудение, это и оздоровление. Вот работа сердца, да? Вот бывает в экстренных ситуациях ваше сердце должно перекачать, ну, так положено, 20 литров крови в минуту. А у вас слабое сердце, оно перекачивает только 4-6 литров крови в минуту. Ваше сердце не тянет, оно дотренированное, вы не работали, мышцы слабые, мышцы, мышцы, мышцы вернее. Сердце не тренируется, мышцы нужно тренировать, двигаться нужно, вот так нужно работать. И когда человек хватает какую-то модную болезнь, допустим, то со своим сердцем, со своим дыханием он вырывается из этой плохой обстановки. Он захватит, допустим, заболевание, но в легкой форме. Он вырвется, а у кого слабое сердце, там оно перекачивает только 6 литров крови в минуту, все, можно глянуть. вот поэтому я каждый день там и занимаюсь. А, люди, смотивировала я вас или нет? Меня бы это смотивировало очень, честно вам скажу. Ну все, с вами сегодня пообщались. Без света, в темноте, темнота, друг молодежи, правда? Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь сегодня. Я хочу поблагодарить всех вас за просмотры моего видео, я благодарна всем вам за общение, за комментарии, и большое спасибо всем за лайки. Худеть несложно, нет. Выбирайте для себя правильный стиль питания, вообще правильный стиль вашего похудения. Выбирайте под себя, чтобы лично вам было комфортно, чтобы ваше питание было вкусное, чтобы ваша еда вас насыщала, ваша пища и движение, чтобы вас развивало. И не нужно себя чувствовать ущемленно. Я на диете, я не ем. Ем! Ем! У нас все самое вкусное. Кстати, напомню, десерты во второй половине дня. Почему? Потому что во второй половине дня по природе, по природе идет хорошее выделение инсулина. В работу входит парасимпатическая нервная система. Что это означает? Тяжелые продукты плохо перерабатываются, а быстрые, допустим, углеводы, вернее, даже и медленные, и быстрые, хорошо перерабатываются. За счет чего? Потому что по природе идет хорошее выделение инсулина. Поэтому, поэтому мы себя балуем десертами во второй половине дня. Об этом даже нам всем советовал уважаемый диетолог Алексей Ковальков. Я всегда даю информацию, откуда, значит, откуда у меня эта информация. Я всегда делюсь и рассказываю. Это услышала от Анны Куркуриной, это у меня от Ковалькова, да, это Африя Антоновича Бакерия и вот Николая Михайловича Моссова. От сертифицированных у меня информации нету. Как видите, как слышите. Мои хорошие, всем Божьей помощи, всем Божьего благословения и до встречи. Дальше будет. Продолжение следует...